Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня финальное в этом году заседание Совета депутатов Одинцовского муниципального района. В зале сегодня присутствует 23 депутата, кворум имеется, можем начинать наше заседание. В целом 2017 год мы оцениваем позитивно, и не только мы. В рейтинге эффективности муниципалитетов в Подмосковье Одинцовский район занял седьмое место. Если сравнивать с прошлым годом, то мы поднялись на 7 позиций, что для нас является тоже очень важной победой, учитывая возрастающую с каждым годом конкуренцию. Напомню, что в рейтинге муниципалитетов в Подмосковье участвуют 62 района или городского округа. Рейтинг 50 – это не просто набор каких-то формальных параметров, интересных только правительству, нам, другим словом, чиновникам. Все же его показатели отражают реальное качество жизни людей на вверенной нам территории. Поэтому я считаю, что наш рывок – это победа для всех жителей Одинцовского района. Озвучу основные цифры нашей экономики. Ожидаемые доходы в консолидированном бюджете в 2017 году составят 17 миллиардов 940 миллионов рублей. Рост по сравнению с 2016 годом – 2,7 миллиарда рублей, что составляет 17,7%. Важную роль в доходной части бюджета сыграла и деятельность рабочей группы по взысканию налоговых задолженностей. Нам удалось получить в рамках работы этой группы в бюджет дополнительно 331 миллион рублей долгов. Наши достижения в администрировании налоговых поступлений были отмечены и на Высшем Совете при губернаторе Подмосковья. И в этой номинации Одинцовский район получил премию «Прорыв года». Есть значительные продвижения в социальной сфере. 1 сентября приняла своих учеников новая школа в лесном городке на 1100 детей. Это один из самых долгожданных объектов в Одинцовском районе. Старая школа уже никуда не годилась, была переполнена и не соответствовала никаким стандартам и нормативам. И вот мы в 2017 году наконец эту проблему решили. Началось строительство детского сада в поселке Горки-10 на 400 мест. Главным событием здравоохранения стало открытие филиала поликлиники номер 2, микрорайон 6-6А на Можайском шоссе. В филиале ведут прием узкие специалисты, в том числе специалисты-онкологи, которых могут посещать жители не только этих микрорайонов, но и всего Одинцовского района. Онкология и сегодня остается для нас одним из приоритетных направлений в развитии районной медицины. В июне открылась новая государственная аптека на улице Маршала Бирюзова. Теперь люди с тяжелыми заболеваниями, в том числе онкобольными, получают необходимые препараты в Одинцово. Для этого уже больше не нужно ездить в Истринский район, в город Дедовск, в котором была ближайшая аптека по таким препаратам. Важные изменения произошли и в культурной, и в спортивных сферах. В Успенке, в Успенском поселении после реконструкции открылся новый дом культуры. Теперь там есть спортзал с мобильными трибунами, современный концертный зал, библиотека, новые классы, мастерская, студия, звукозаписи и даже небольшое кафе. В Одинцово у нас закончилась модернизация библиотеки номер один. Изменился не только ее внешний вид, но и сама концепция библиотеки. Теперь это современное культурное пространство с лекторием, мастерской, литературным кафе и роболабораторией. На улице Говора в Одинцово заработал новый спортивно-оздоровительный комплекс. Его пропускная способность на сегодняшний день – тысяча человек. Комплекс оснащен комфортными раздевалками, душевыми. В большом зале установлены трибуны для зрителей и отдельный существует сектор для тренажеров. Большая работа в 2017 году проводилась и в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также благоустройстве. Более тысячи подъездов отремонтировано в рамках новой, стартовавшей в этом году, программы губернатора по ремонтам подъезда. Комплексно благоустроены 54 дворовые территории. Дополнительно две детские площадки были установлены по программе «Наша Подмосковья». В рамках губернаторской программы «Чистая вода» на территории Одинцовского района установлено в этом году 9 станций водоподготовки. И в результате этой работы чистую воду получили 33 тысячи человек. Буквально сегодня мы открывали в новом городке еще одну станцию, девятую. Помимо нее в новом городке, а это, как вы знаете, большая программа, которая стартовала также по поручению губернатора по приведению в порядок всех военных городков. Мы смогли сделать и капитальный ремонт котельной, и капитальный ремонт системы водоснабжения, канализационных сетей, частично привели в порядок дороги. В новом городке появляются благоустроенные дворовые территории, детские площадки, идет реконструкция поликлиники и многое-многое другое. Введены в эксплуатацию в этом году также наши большие очистные сооружения в Лайковском. Вся Лайкова мощность этих очистных сооружений 30 тысяч метров кубических в сутки. Они будут обслуживать не только будущие дома, построенные в Лайковском поле, но и также существующий жилой фонд в городском поселении Одинцова, в Горском, Барвихинском. Для Одинцова знаком событием стало начало масштабной реконструкции центральной площади. В рамках первого этапа обустраиваются и до конца года будут эти работы закончены, аллеи искусств, большая детская эко-площадка, расширенные и дополнены зоны воркаута и экстрим-парка. Реконструкция центральной площади вместе с реконструкцией улиц Интернациональной и Маршалонедельной значительно изменят облик центральной части города Одинцова, сделает ее более привлекательной для прогулок, добавит новые активности, даст новый импульс для развития малого и среднего бизнеса. Не менее важная перемена происходит и в Голице. Здесь создается парк героев Отечественной войны 1812 года. Площадь новой зоны отдыха составит 5000 квадратных метров. И в 2017 году будет обустроена дорожно-тропиночная сеть. Важной частью изменения облика Одинцовского района также стало наведение порядка и в уличной торговле. Новые павильоны соответствуют единой визуальной концепции, оснащенной QR-кодами, урнами, видеокамерами и элементами доступных средств. Открытые аукционы позволили нам дополнительно привлечь в бюджет более 68 миллионов рублей. В рамках проекта «Электронный муниципалитет» торговые точки и вся информация о них нанесена на онлайн-карту. Проект является уникальным не только для Подмосковья, но и для всей России в целом. Эксперимент, который мы проводили в Одинцовском районе, признали успешным. И теперь наша концепция, наш проект будет тиражироваться по всей стране. Большое внимание традиционно уделялось вопросам безопасности. В рамках проекта «Безопасный регион» установлено 806 видеокамер. И по итогам года мы победили в номинации «Лучший орган местного самоуправления в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности». Важным итогом этого года, я считаю, закрытие незаконных карьеров ТК-сервис в нашем Никольском поселении. Борьба с нарушителями стала для нас делом чести и делом принципа. Мы смогли остановить нелегальный завоз мусора на эти карьеры, несмотря на мощный финансовый и административный ресурс собственников карьеров, несмотря на давление и появляющиеся в средствах массовой информации грязь и передергивание, так это назову, корректно. Права жителей нам удалось отстоять, но эта страница, я уверен, еще не перевернута и буду считать ее закрытой, когда все нарушители понесут соответствующее наказание, а карьеры будут действительно окончательно рекультивированы и закрыты для этой работы. В целом борьбу за экологию мы весь этот год вели совместно с Объединенным Российским фронтом. Активисты УНФ также инспектировали дворы, взаимодействовали с нами по линии ремонта дорог, залатывания ям, ревизии бесхозяйных объектов. Благодаря Народному фронту нам удалось наладить более конструктивное общение, более тесный контакт с местными активистами. Также мы в этом году продолжали нашу работу с обманутыми дольщиками и в следующем будем продолжать искать инвесторов для достройки незавершенных или брошенных объектов. В декабре мы вручили символический ключ от двух корпусов жилого комплекса «Западные ворота столицы». Также нами достигнуты предварительные договоренности с новым инвестором, который будет достраивать жилой комплекс «Изумрудная долина». И уже с нового года эти работы на объекты начнутся. Мы держим этот процесс на контроле и также продолжаем работать и искать инвесторов на еще один недостроенный объект – это высокие жаворонки. Тоже есть определенные наработки, практически мы вышли уже в финальную стадию договоренностей со всеми кредиторами, со всеми участниками этого долевого строительства. Думаю, что в следующем году мы тоже объявим о том, что инвестор найден и работа будет продолжена. Историю с обманутыми дольщиками мы, я уверен, доведем до конца и в Одинцовском районе не останется ни одного долгостроя или объекта с обманутыми жителями и дольщиками. Что касается ремонта дорог, в этом году мы отремонтировали порядка 8 километров дорог местного значения. Оцифрованы были у нас все ямы, 4894 ямы, и все мы привели, соответственно, в порядок. Историческим моментом для нас с вами стало открытие эстакады, которое связало две части города Одинцова. Теперь жители 8 микрорайона могут спокойно добираться до центра города, но, соответственно, из центра города до Можайского и Минского шоссе за считанные минуты. Оперативно также смогут добираться все наши экстренные службы, и пожарные расчеты, и кареты скорой помощи. Эстакада, я уверен, даст новый импульс для развития 8 микрорайона и для привлечения инвесторов, а также для развития среднего и малого бизнеса в сфере услуг, торговли. Уверен, что южная наша промзона начнет постепенно расцветать. Мы 2017 года более подробно поговорим уже в следующем году на наших совещаниях. Также будем подводить итоги и награждать тех, кто позволил нам на сегодняшний день гордиться нашими успехами. Также будет ежегодный отчет главы района перед жителями, который пройдет сразу после отчета губернатора. Следующий год у нас будет политический. Нас ждут выборы президента Российской Федерации в марте 2018 года, а затем выборы губернатора Московской области. Очень важно обеспечить безопасность в дни голосования, также максимально легитимную и прозрачную работу избирательных комиссий. Это задача нашего политического блока совместно с блоком правоохранителя. Кроме того, в следующем году нас ждет чемпионат мира по футболу. Это тоже большая ответственность на нашу спортивную базу футбольного клуба «Локомотив» в Баковке. Заселятся футболисты. В наши города, соответственно, будут приезжать туристы, болельщики. И очень важно обеспечить безопасность и комфортные условия как для первой категории, так и для второй. В нашем гостинице «Паркин» будет размещена практически вся пресс-служба и информационный центр «ФИФА-2018». Поле подробно о задачах 2018 года мы поговорим уже после каникул. После зимних каникул я на этом хотел бы завершить свой краткий доклад. Но прежде чем мы перейдем к основной повестке, хотел бы еще отметить один момент. У нас сегодня на заседании присутствует начальник Одинцовского районного отдела надзорной деятельности МЧС Владимир Александрович Старожук и начальник 7-го отдела Федеральной противопожарной службы по Московской области Андрей Владимирович Пряхин. Коллеги, у нас вчера был День спасателя. Мы поздравляем наших уважаемых гостей с профессиональным праздником. И от имени всех жителей Одинцовского района благодарим за ту важную работу, которую вы делаете каждый день. И днем, и ночью, в любое время суток. Спасибо и от жителей, и от депутатского корпуса. У нас с вами налажено тесное взаимодействие, очень рабочий и очень конструктивный контакт по всем вопросам. И даже не в сфере ЧАЭС. Просто мы с вами умеем работать. Спасибо. Вы хотели взять какое-то слово, да? Приказом министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 сентября 2017 года номер 298-К за многолетнее безупречное служение делу гражданской обороны, заслуги и личный вклад в развитие и совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и в связи с 85-летием со дня образования гражданской обороны наградить памятной медалью МЧС России 85 лет гражданской обороне главу Одинцовского муниципального района Иванова Андрея Робертовича.